Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел бы с вами сегодня поговорить, подискутировать на тему использования информационных технологий на благо ресурсного обеспечения медицинских организаций. Не секрет, что можно обеспечить хороший штат врачей, взять специалистов, светил, вооружить их технологиями, но если не будет ресурсов, то все это не будет работать, лечить пациентов будет невозможно, придется отказывать в госпитализациях, принимать какие-то катастрофические решения. И в связи с этим мы для себя приняли такое решение, что нужно именно с помощью информационных технологий начинать управлять этим процессом. С декабря 2017 года, в принципе, я буду говорить только о лекарствах, хотя и медицинского расходного материала это касается в полной мере. С конца 2017 года закупки лекарственных препаратов перестали быть таким уж скучным занятием, потому что регулятор в хорошем смысле действительно взялся за контроль и управление именно этой сферой, закупки лекарств для государственных и муниципальных нужд, и появилось много нормативных регулирующих воздействий. В частности, мы столкнулись с тем, что появился типовой контракт, появились правила определения начальной максимальной цены, появились, соответственно, правила описания лекарственных препаратов именно как объекта закупки. Потом в 2018 году, к счастью, появился ЕИС КЛП, это тоже определенная веха, которая очень серьезно нас продвинула вперед. В 2019 году было уже несколько посложнее, те, кто сталкивались, знают с ситуацией, с которой все отрасли столкнулось в связи с некоторой путаницей при внедрении референтной цены, когда в расчет шла среднеизвешенная, а в ЕИС она называлась референтная, и до 30%, я и на нашем примере могу такими же цифрами оперировать, до 30% аукционов были признаны несостоявшимися. К чему это, собственно говоря, ведет? О том, что только не стоялась процедура закупки, мы понимаем, что нужно проводить следующее, а это время, а это значит, что возможны проблемы с ресурсами. Ну и позволю себе, прежде чем приступить непосредственно к докладу, провести некоторое критическое обобщение. В хорошей медицинской организации, в которой есть медицинская информационная система, традиционно реализована каким образом? Врачи оперируют врачебными назначениями в той или иной степени электронным листом назначения. Чаще всего им дают информацию о том, какие препараты есть на складе отделения, ну или в лучшем случае еще в аптеке. Непосредственно аптека может быть вооружена программным продуктом. Это, по сути, складской учет, где происходит учет, движение, приемка, передача препаратов внутри учреждения. Ну и, разумеется, бухгалтерский товарный учет. Все это здорово. Но если мы попросим врачей спланировать объем потребления на будущий год, чаще всего они возьмут исторические данные, в лучшем случае скорректируют плюс-минус 10% и передадут это закупщикам. А закупщики, собственно говоря, не обладая определенными серьезными инструментами прогнозирования и планирования своей работы, будут сталкиваться как раз с проблемами, которые сейчас закупщики, в принципе, сталкиваются при реализации своих вот этих функций. Как можно решить вопрос? Каким образом мы можем это регулировать? Мы можем перерывать или управлять складскими запасами, создавая некий буфер безопасности, но это достаточно дорогостоящее решение. И на самом деле оно не всегда верное, потому что структура пациентов меняется, структура потребления медицинских препаратов меняется, в конце концов у них есть срок хранения. В общем, для того, чтобы весь этот механизм работал слаженно, мы провели вот такую вот разработку, она уже прошла стадию эксперимента и, в принципе, внедрена практически полностью. Единственное, что вот на самом сложном, пожалуй, отделении, это отделение онкологии и гематологии, где очень серьезные, такие сложные схемы назначения, такие многоэтапные, многоуровневые, где большое количество препаратов, зависящее от множества факторов, вот по ним мы еще пока тоже тестируем. Итак, я не буду останавливаться на задачах, все мы с ними сталкиваемся ежедневно. Цель основная всей этой разработки это организация непременно и бесперебойного оказания медицинской помощи, да, с помощью как раз необходимых ресурсов. Для того, чтобы вся эта система работала равновесно и устойчиво, нужно вот обеспечить баланс ряда элементов по, как структурным уровням медицинской организации, это непосредственно организация в целом, это аптека, это медицинские и диагностические подразделения. И процессные уровни, это уровень учета, уровень прогнозирования и снабжения. Итак, в самой организации что необходимо обеспечить? Ну, разумеется, препарат должен быть законтрактован. Это как бы цель снабженца. На уровне прогнозирования мы должны иметь формуляр, то есть актуальный, ежедневно обновляемый перечень препаратов, которые необходимы врачам для их постоянной, ну, то есть постоянной бесперебойной работы. План график закупок не обсуждается. И новая такая сущность, это план график заключения контрактов. Это то, собственно говоря, к чему мы и пришли. Это инструмент работы закупщика. Учет движения по контракту. В аптеке мы должны иметь складской запас, мы должны иметь норматив аптеки для поддержания постоянного уровня складского запаса и вести учет движения. На уровне медицинских подразделений это система врачебных назначений, которая должна быть в едином контуре во всей этой системе. Это выполнение, то есть медицинская сестра должна понимать, что сделал врач в МИСе, она должна выполнить это назначение и при этом должна происходить процедура списания препарата, то есть он должен выбывать внутри учета организации. У подразделений должен быть свой норматив и 10-дневный запас. Почему 10-дневный? В общем-то достаточно общепринятая практика, она позволяет как раз не затоваривать склады подразделений, хотя старшие медицинские сестры, вы знаете, очень любят это делать. При этом это позволяет достаточно в плановом режиме его пополнять и избегать всяких нарушений в снабжении на случай праздников, выходных или каких-то колебаний. Что-нибудь сделал? Таким образом, я постарался отобразить структуру внешней нормативно-справочной информации. Есть слева обозначены базовые справочники, понятно, что международное непатитовное именование, отнесение к ЖНВЛП или нет, к справочнику ТХ-кодов и ОКПД-2, это экономический справочник, все его знаете. Два глобальных справочника, это ГРЛС и государственный реестр предельных отпускных целей. Они оба являются донорами для ИСКЛП, я не случайно разместил его в центре всей этой истории, потому что он, по сути, является основополагающим и несет в себе почти, я потом скажу, почему почти, информацию о лекарственных препаратах. Он, в свою очередь, является донором для КТРУ, который расположен в ЕИС, каталог товаров, работ, услуг, и используется в нашей организации справочник лекарственных препаратов, это же аналог формуляра. Номенклатор – это база данных о препаратах, которые мы приобрели, которые мы имеем на складе. И с помощью всей этой истории мы формируем документацию о закупке в полуавтоматическом режиме, позволяя избегать множества ошибок. Таким образом выглядит четырехуровня система нормативно-справочной информации уже внутри организации, базовые справочники на первом уровне, на втором уровне, опять же, тоже номенклатор, на третьем информация о товаре, лекарстве как о товаре. Первые три уровня – это товарно-учетная система. Мы, как большинство бюджетников, работаем с парусом. Это парус-бюджет 8. И четвертый уровень – это медицинская информационная система, справочник лекарств, с которыми работает врач при назначении. И база данных лекарственных препаратов – это уже складской учет внутри отделений, с которым мы работаем в медицинской системе. Вот таким образом мы структурируем справочник лекарственных препаратов. С одной стороны, можно было бы попросту интегрироваться с ЕСКЛП, но у ЕСКЛП задачи свои. Это все-таки учет и управление закупками на уровне целого государства. У нас все-таки есть ряд внутренних задач, которые ЕСКЛП не решает. Я подробно останавливаться не буду на параметрах и характеристиках, их очень много. Обязательность использования в МИС – это тоже для вас в качестве информационного показателя. И постарался отразить, что ввод данных мы постарались минимизировать. Практически все либо автоматизировано происходит, либо с выбором исправочников, либо в полуавтоматическом режиме. То есть ручной ввод – это буквально текстовое поле доп. информации. Это, соответственно, раздел, касающийся наименований МНН, латинское наименование, которое мы обязаны использовать. Это показатели лекарственной формы. Видите, да? Единственное, немножко говорю, что эквивалентные лекарственные формы мы предусмотрели на будущее, но пока еще нормативно этот вопрос не решен. То есть нет между собой определенной этих эквивалентностей. Показатели дозировки. Именно вот здесь мы как раз сильно отличаемся от ЕСКЛП, но это необходимо именно для того, чтобы этот инструмент работал для врачей. Не для закупщиков, а именно для медиков. Вот такую матрицу мы применили, потому что при формировании справочников столкнулись с большим количеством ошибок именно человеческого фактора. Для того, чтобы не путаться, какие показатели по массе объема концентрации, то есть дозировочные показатели, связанные с лекарственной формой, вот такая матрица, она, соответственно, нам помогла полностью исключить ошибки по формулировке именно лекарственной формы. Это продолжение. Соответственно, параметры назначения и списания, с чем работает врач, параметры норматива. Это я чуть позже остановлюсь подробнее. Те показатели, которые ведутся в автоматическом режиме, ну, многим, естественно, известные ВЕН-анализ, X, Y, Z, ну, это уж такие математические методы анализа, АБЦ-анализ, а также нюансы, связанные с тем или иным препаратом, то есть это стабильность потребления, те самые нарушения в поставках, связанные с внешними проблемами дефектуры на рынке. Особые условия хранения, знаете, многие из них, да, требуют, там, морозильных или холодильных условий, ограниченной срок годности и так далее. И параметры цены, которые нам позволяют, в том числе, и формировать начальную максимальную цену при закупках. Здесь их всего четыре. Здесь два. Это референтная цена из ЕИСа пока еще, которую дорабатывают в Минздраве. Средневзвешенная цена – это информация по нашим закупкам за последние 12 месяцев. Это экранная форма. Те, кто общались с Парусом, они его знают, да, то есть это их такая стандартная, стандартный интерфейс. То есть наверху препараты, мы знаем о них все. Есть быстрый доступ к товарным позициям, то есть к торговым именованиям, которые привязаны к тому или иному лекарственному препарату. Ну и все. И АТХ, и ОКПД-2, и там свойства лекарственной формы. В общем, все, что необходимо, в одном рабочем поле у фармаколога есть. Матрица нормативы аптеки. То есть с помощью тех же методов математического анализа, с помощью критериев, которые повышают или понижают данный коэффициент, это вот, как я говорил, там проблемы с поставками, сроки годности и так далее, мы формируем значение объема аптечного запаса. Он от нуля, ну это для препаратов а-ля витамины, до трехмесячного запаса, это наиболее критические в нашей работе препараты, так называемые жизненно важные. Это номенклатор, это, собственно говоря, так, структура базы данных уже о торговых позициях. Ну, пожалуй, тоже не буду подробно останавливаться, только скажу, что вот здесь уже появляется у нас… Сейчас попробую это мне найти. Так, где-то, где-то, где-то потерял. По цене, а, да, собственно говоря, предельная отпускная цена ЖНВЛП, да, то есть это тоже информация из ГРПОЦ. Почему она здесь? Потому что она по государственному реестру привязана к конкретному производителю, конкретной торговой марке. Так, собственно говоря, выглядит номенклатор, ну, примерно похожий интерфейс. При внедрении системы мы, к счастью, вовремя задумывались о том, чтобы вести диалог с нашими поставщиками. Среди них есть, как крупные дистрибьюторы, всем известные, так, собственно говоря, и очень такие небольшие компании, которые работают, ну, чуть ли не с Excel. И информация, которая приходит от них к нам в виде сопроводительной товарной документации, это назовут обезобразием. В общем, мы с ними договорились, что мы будем работать в едином, скажем так, информационном поле и используя одни и те же дефиниции. Это позволяет нам в контракте, в товарно-накладной, в акте-приеме и в приходном ордере использовать одну и ту же информацию о препарате, структурированном в единой форме. Ну, вот таким образом мы автоматизировали формулировку по наименованию лекарственного препарата, в соответствии с 1380. Сейчас это уже перестало быть актуально в полной мере, потому что КТРУ нам говорит о том, как формулировать. Но данный алгоритм способствует тому, чтобы не нарушать 1380 постановления и при этом давать дополнительную информацию о лекарствах, когда это нужно. Автоматическое заполнение спецификации контракта. Многие грешат тем, что доверяют это поставщикам. Это недопустимо. Итак, норматив. Вот эта страничка была самая сложная во всем эксперименте, точнее, во всей этой разработке, потому что использовать исторические данные абсолютно бесполезно. Более того, у нас порядка 1600 номенклатурных позиций, более 600 тысяч упаковок в год, 42 клинических отделения вручную. Работать с нормативом просто невозможно. Ну, или иначе мы будем самих себя обманывать. Поэтому с помощью команды математиков и аналитиков мы разработали формулу. Здесь она сжата примерно раз в 20. Но она учитывает среднее изменение динамики, среднее значение потребления. Эта же формула сглаживает пики, которые могут возникать в связи с определенными обстоятельствами и позволяет не обнулять норматив в случае с проблемами какими-то рыночных поставок. Для того, чтобы врачи не назначали не то, что есть, а то, что нужно пациенту, мы внедрили такую сущность, как медикамент. Это информация о лекарственном препарате наибольшего уровня. То есть там объединены несколько лекарственных препаратов, как справочная позиция, которым в свою очередь подчинены торговые единицы. То есть это очень емкое понятие, но оно позволяет врачу, не задумываясь, назначать по МНН любой препарат в нужной ему дозировке, даже включая оффлейбл, хотя это не приветствую. Норматив аптеки – это, скажем так, интегральное значение норматива всех подразделений. Пополнение складских запасов. Мы ушли именно в рабочем режиме от бумажных требований накладных. Все в электронном виде, с помощью электронно-цифровой подписи подписываемся. Соответственно, норматив минус остаток. Плюс то, что назначил врач сверх норматива. Мы ни в коем случае их не останавливаем. Это убегает в аптеку, аптека обрабатывает и выдаёт нужное количество препаратов. Соответственно, когда в аптеке происходит снижение необходимого уровня, они тоже формируют электронную заявку закупщикам, которые, в соответствии, передаются поставщикам. И также набирается вся информация о нашей потребности автоматом. Соответственно, 2 секунды буквально скажу, что понятно, есть ситуации хорошие и плохие. Сценарии хорошие, это когда препарат есть в одном или в двух контрактах. Плохие, это когда препарат нужен, но он не законтрактован. И есть ещё одна такая дикая ситуация, но, увы, она тоже критическая, когда препарат не нужен, но он законтрактован. То есть риск в том, что нам его могут привести абсолютно, скажем так, законно и заставить его взять. Если бы мы, да. Соответственно, к интенсенсии всего этого проекта было создание модуля прогноза. То есть это система, которая собирает все данные, о которых я выше рассказывал, производит определённые расчёты и выдаёт данные, которые необходимы всем участникам процесса лекарственного обеспечения. Так времени у меня мало, я подробно останавливаться не буду. То есть что мы хотим получить? Уже его нет, да, то есть я уже начал. В кредит брать. Расчёты, дата начала подготовки аукциона. Так, ну здесь не буду. А, постой, да, да, хорошо. Ну давайте две секунды, ну скажу. Слушайте, ну я так понял, вызывает интерес, да? Я на самом деле заканчиваю, да. Я прошу прощения, что вышел из-за регламента. Тоже... Да, ну действительно, бывает несколько контрактов, в которых есть один и тот же препарат. Если давать возможность вручную этим вопросом оперировать, то у нас либо будут просроченные контракты, либо просроченные лекарства. Соответственно, разработали алгоритм, который позволяет тоже системе, не привлекая человека, выбирать тот контракт, из которого сегодня нужно этот препарат заказать. Расчётная дата начала подготовки аукциона, да, собственно говоря, мы заложили такой вот лаг безопасности по времени, это 56 дней, да. То есть вот июльские изменения в 44-й закон, которые действительно были позитивными с точки зрения ускорения процессов закупки лекарств, да, и там объёмом нам разрешили побольше покупать. Сейчас среднее время аукциона, если в плановом порядке, 28 дней, да, соответственно, двукратный заложенный период, это 56, и точно зная, когда у нас препарат закончится в контракте, с какой скоростью он у нас потребляется, мы можем рассчитать с точностью до дня, когда закупщику нужно разместить закупку в единой информационной сети. В этом случае, собственно говоря, он работает планово, у него есть график работы на каждый месяц, он гораздо спокойнее может решать вопросы, связанные с внешними, да, какими-то проблемами, когда, ну, действительно, там дефектурой, нужно делать разовые закупки и так далее. На этом слайде я просто хотел сказать и немножко предварить следующий доклад, который будет посвящён маркировке, то, что вот вся эта система ещё в следующем году будет, ну, в каждой организации даже не будет, а обязана будет быть интегрирована с информационной системой МДЛП, да, то есть вот документы, с которыми мы работаем сегодня, товарная накладная, можем работать в бумажном виде, её нужно будет оцифровывать, её нужно будет передавать, поэтому это, в общем, наше неизбежное, но хорошее будущее. Да, спасибо за внимание.